Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. В этом видеоразборе рассмотрим тему для WordPress, бесплатную, русифицированную под названием GeneratePress. Но у нее есть и Pro-версия с расширенными функциями, все в тех же традициях, как мы привыкли с вами видеть. Тема очень легкая, можно сказать, достаточно сильно ограниченная, именно в бесплатном ее варианте. И мне хочется подчеркнуть для вас моменты вот этой легкости, для тех, кто не любит слишком нагроможденные бесконечные опции настроек данной темы, кто любит минимум настроек, кому достаточно вот этой простоты и легкости. Как раз эта тема GeneratePress. Если эта тема будет решать ваши задачи, то для вас этой темы будет достаточно. Обратная сторона медали – это легкость. То есть сайт будет очень быстро загружаться, еще быстрее даже, чем те сайты, которые мы с вами смотрели, с другими темами, которые тоже славятся своей скоростью. Ну, а в какой-то момент почувствуете, что вам не хватает опций, всегда можно перейти на Pro-версию, в которой есть полезные дополнения, как и для WooCommerce, так и в целом. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Давайте сначала взглянем на сайт производителя темы GeneratePress, адрес GeneratePress.com, то есть это официальная страница разработчика данной темы. Здесь, конечно, расписано, какие есть бесплатные, какие есть платные опции, демонстрация в виде видео и, конечно же, цены и что входит в эти тарифные моменты. Не многие предлагают единоразовую оплату, да, это достаточно дорого, но если по-настоящему вы уверены, что вам эта тема, можно сказать, навсегда, да, и можно один раз заплатить и постоянно получать там обновления и все эти плюшки. Сразу сейчас можно даже перейти на премиум, я имею в виду на пункт меню и просто посмотреть, почитать, что же у них будет здесь дополнительного, там, для WooCommerce и так далее. Ну, конечно же, вы всегда сможете это сделать позже, когда ознакомитесь с бесплатной версией и поймете для себя. Во-первых, понравился он вам, нет, и если действительно почувствуется нехватка опций, смотрите здесь. Если эти опции здесь вы находите, то, конечно, стоит перейти на Pro-версию. Но даже если здесь вы не найдете что-то себе подходящего, значит, эта тема не для вас, и вам нужно искать что-то другое. У меня есть демо-сайт с предустановленным тоже WooCommerce, с предустановленными демо-товарами. Давайте перейдем в админку. Найти и установить тему GeneratePress очень легко, вы можете прямо из админки внешний вид темы, дальше нажать добавить. Можете через поиск здесь написать GeneratePress, или вот она здесь находится у меня в популярных. То есть, смотрите, вот так вот, можете, если у вас она тут вдруг не покажется, то в поиске. Вот так вот GeneratePress, вот она так выглядит. Давайте я сразу ее установлю, и приступим к изучению и рассмотрению возможностей данной легкой темы. Активировать. Тема установилась. Давайте зайдем сразу в плагины, посмотрим активные плагины. Эти плагины у меня уже были установлены в WooCommerce. Дальше ВП, конвертер, автоматическая конвертация изображений, современный формат ВП, отключение уведомлений в админке и транслитерация. Плагин для правильных ссылок стоит. Все, больше ничего нет, и тема никаких плагинов от себя, мы видим, не установила. Как выглядел сайт на базовом шаблоне, да, WordPress. И вот так вот обновляю страница магазина. То есть, сразу кому интересно, как будет выглядеть интернет-магазин на данной теме. Никаких анимаций, конечно, мы не видим. Видим, что смотрится вроде как ровно. Ну, небольшие моменты здесь есть вот, где количество добавить, детали заказа, отзывы, похожие товары. То есть, нет такого, что поплыла верстка, хлебные крошки. Видим, что сразу магазин, в принципе, здесь смотрится. Но, опять же, настроек здесь, сразу скажу, нету никаких дополнительных для WooCommerce. Вот именно в этой теме придется Pro-версию брать в любом случае. Потому что здесь они не предоставляют бесплатных возможностей для WooCommerce. То есть, она, скорее всего, не заточена. Я имею в виду, именно бесплатная версия не заточена. Ну и другие страницы акции гарантии. Давайте посмотрим. Там, где есть у меня текст. Ну, такой чистый, простой сайт. Под пункты меню, как выглядит, посмотрим. Посмотрим, давайте, блог. Как выглядит на данной теме. Ну, стандартно. Ничего такого интересного, прям сверх красивого. Опять же, настройки расположения блога мы сейчас будем смотреть. Вот форма комментариев, как выглядит. Давайте пройдем в настройки. Если мы перейдем в внешний вид, здесь появится у вас пункт Generate Press. Сюда перейдем. В этом блоке нам предлагают сразу настроить базовые моменты. Мы все с вами сейчас будем проходить потихоньку. Ниже нам показывают, что есть в премиум. Конструктор. Изучить сразу можем, да? Конструктор тема, библиотека, сайтов дополнительные. Сразу готовые, чтобы быстро создать сайт на этой теме. Дополнительные опции, премиум поддержка и так далее. Это понятно. Мы с вами переходим настроить. Кликаем сюда. И видим, как обычно, расположение всех базовых опций. И уже даже сейчас видно, что вот этих вот плиток с настройками, да, их не так и много. Как я и говорил, что тема будет очень проста. Первая у нас вкладка идет доступные модули премиум. Это просто внешняя ссылка, которая нам перебросит на, опять же, сайт разработчика. Мы движемся с вами со следующей вкладки. Вот свойства сайта. Сюда переходим. Здесь заголовок сайта, название сайта, главное ключевое слово, которое вот здесь у нас отображается. Его можем скрыть, чтобы оно вообще не выводилось. Если вам не нужно выводить, потому что здесь мы можем вывести логотип. Также описание сайта. У нас оно по умолчанию скрыто. Вот оно показывается. Если хотите вот так выводить заголовок с описанием, тогда можно вот так оставить. Хорошо, что здесь есть такая возможность это скрывать. Потому что логотип ниже, можете свой графический какой-то логотип загрузить. Итак, я загрузил свой логотип. Давайте выберем. Просит нас на следующем шаге обрезать ли изображение. Я нажимаю нет. Обрезать не надо. Вот так он у меня помещается здесь. Такой достаточно большой. Логотип можно уменьшить за счет настройки ниже. Ширина логотипа я сделал 50 пикселей. И есть еще возможность здесь загрузить для специальных устройств. Широкоформатных 5К разрешений для телевизоров и так далее. Чтобы логотип нормально смотрелся. Высококачественный свой логотип. Но даже если вот этот логотип у вас в SVG формате, векторная графика, это значит, он не будет терять в качестве при любом масштабировании. Значит, и сюда можно не загружать изображение. Или какой-то специальный логотип, возможно, с очень высоким разрешением, с высоким качеством. У нас здесь есть возможность сюда его загрузить. Дальше иконка сайта. Но это иконка Favicon. Нам говорят, что 512 на 512. Но я воткну просто. Вот нам. Вот здесь вот видно, где это будет. Кто еще не знает, что такое Favicon, да? В браузерной строке и в Яндексе, в поисковике эта иконка отображается. Выбираем обязательно здесь. И настройки сохраняем. Здесь все просто. Логотип у нас работает. Давайте сразу, кстати, посмотрим, что с планшетной и мобильной версией. Сразу меню. У меня же выводится обычное меню, демо-меню, которое я вывел. Здесь гамбургер появляется у нас, плитка. Вот так вот это у нас выглядит. Ну-ка, под пункты меню. В принципе, достойно, достойно смотрится меню. На мобильном устройстве тоже смотрится неплохо. Дальше. Назад нажимаем. Следующая опция у нас идет макет. Здесь у нас уже побольше вариантов настроек. Давайте посмотрим. Контейнер. Есть возможность общую ширину сайта двигать. 1200 стоит. И вот смотрите, как происходит. Широкоформатный. Не буду делать прямо вот на всю ширину. Давайте сделаем 1500. Достаточно широкий вариант. И стрелка сбросить. Дальше. Макет содержимого. Отдельный контейнер. У нас есть варианты. И один контейнер. Эта опция будет хорошо видна где-то на наполненной странице. Вот я перешел в блок. Смотрите. Слипается. У нас сзади серая заливка. Если я выберу один контейнер, то контент сливается с шапкой. И вообще лучше с виджетами тоже разобраться. Вот у нас есть область под виджеты. Прямо здесь через карандашки я нажму. И в область виджета давайте я что-нибудь добавлю. Чтобы просто мы с вами понимали и видели, как настраивается наш сайт. Давайте еще добавим список страниц. Вот так вот просто, видите, мы сайт бар с вами заполняем. Кстати, мы сразу, видите, нас перенаправляют виджеты. Мы сейчас до этого с вами дойдем. Вот у нас виджеты. Мы пока возвращаемся к макету контейнер. Вот сейчас видим разрыв. И теперь посмотрим. Один контейнер. На ваше усмотрение. Выравнивание контейнера. Есть варианты текст, есть варианты блоки. Какой-то некий отступ происходит. Что-то на сайте происходит, но я никак не уловлю. Ладно, оставим пока вот так вот текст. Сохранить. Дальше по настройкам. Заголовок хедер. Как вы видите, здесь нет никакого конструктора хедера, никакого конструктора подвала. Для многих это может быть критично. Но, как я сразу предупредил, что тема очень легкая в настройках. Да, ее недостаток, что нет базовых моментов. Как, например, мы смотрели с вами тема Astra, тема Cadence. Но здесь опций еще меньше, а это значит, что тема будет еще шустрее. Так что здесь надо просто выбирать, что вам подходит. Хедер, кто еще не знает, это самая верхняя наша часть, наша так называемая шапка. Расположение, где у нас идет пунктов меню, логотипа. Пока что больше здесь нет элементов. И здесь вот просто смотрим. У нас, например, классически идет просто различное выравнивание. То есть меню, например, под логотипом. Там перенавигации. Видите, логотип ниже. Здесь просто смотрим. Я оставляю текущий. Дальше ширина заголовка полный и ограниченный. Оставим полный. А дальше внутренняя ширина заголовка ограниченная и полная. Видно, что там стало чуть шире. Выравнивание. Заголовка у нас идет слева, по центру. Но тут смотрите, у нас заголовок-то не выводится, поэтому мы некоторых опций с вами не увидим. Мы с вами решили заголовок и описание скрыть. Поэтому здесь вот эти некоторые опции мы с вами не видим. Здесь закончили, дальше идем. Основная навигация. Первая опция обтекания заголовка справа стоит. Смотрите, обтекание слева. Меняются местами. Наша навигация, это меню с логотипом. Причем здесь можно задать точку перехода в навигацию. Вот здесь вот описано, что это дает. Если у вас есть точная задача, на каком устройстве навигация перестанет плавать, то здесь можно задать точку. Здесь даже есть левая область. Вообще меню прячется. У нас слева области нет. У нас есть область справа. Виджеты мы не вывели. А вот у меня правая часть есть. Вот она, Витя. Вот навигация улетает сюда. И появляются сразу дополнительные опции. Давайте я оставлю обтекание, как было. Раскрывающаяся навигация, наведение. Клик по пункту меню, клик по стрелке. У нас есть такая стрелочка. Вот специально я вывел под пункты меню. Кому нужно сделать клик по стрелке, чтобы прям четко нажимали. Видите, я навожу мышь, уже не всплывает. То есть работает. Кликаю по стрелке. А по клику по пункту не всплывает. По стрелке работает. Вот смотрите, даже есть такие тонкие настройки. Конечно, наведение не надо делать по клику, потому что лишнее нажатие клика, но это здесь неправильно. Направление раскрытия. Смотрите, у нас стоит справа. Можно еще сделать слева. Поиск навигации у нас отключено, но мы можем включить. Хотите, чтобы поиск использовался? Появляется иконка поиска. Вот так вот это появляется. Давайте сохраним и сразу проверим, как работает данный поиск. Поищем по слову, например, Sony. Давайте я обновлю фронтальную часть сайта. Вот так вот теперь это выглядит. Широкоформатный такой вариант сайта. Поиск достаточно симпатично выглядит. Sony, причем подсказка даже всплывает. Кликаю по подсказке. Enter. Находит аппарат. И находит другие. Всего 4 записи у меня есть. И он их находит. Причем он ищет и в блоге, и ищет в интернет-магазине. Вот, например, если я сюда провалюсь, я попадаю в карточку товара. И, кстати, хоть и просто, но я вам так скажу, когда мы уже видим наполненность, видим сайдбар. Чисто, светлый, быстрый сайт. И симпатично смотрится даже в e-commerce. Вот они, миниатюры. По дизайну все просто, но смотрится нормально. Ничего никуда не улазит. Да, немножко здесь есть моменты мелкие, прям мелкие CSS-доработки. Например, прижимаются к границе у нас вот эти вот атрибуты. Но я думаю, что это можно все легко поправить через CSS. Отзывы, посмотрите, как шикарно выглядят. То есть с рамочкой. Прям вполне-вполне себе. Итак, немножко стал отвлекаться. Давайте движемся с вами дальше. Поиски я оставляю. Дальше идет у нас область виджетов. Здесь вы решаете, где сайдбар с виджетами будет отображаться. Смотрите, разметка области виджетов. Содержимое области виджетов. Содержимое без области виджетов. Выбор. Потом для блога и для записи. Чтобы понимать, что за вот эти содержимые, мы с вами перейдем в внешний вид виджеты. Где мы только что с вами добавили два виджета, это у нас первая область виджета. И от этой темы есть такие варианты. Видите, левая область виджета. Ничего не задано. Заголовок. То есть мы можем вставить что-то в заголовок, в хедер. Например, телефон добавить. Виджет подвала. Пять штук. Панель подвала. Верхняя панель. Неактивные виджеты. Опять же, надо размещать виджеты сюда, чтобы, например, вы не понимаете, где будет верхняя панель. Виджет добавили, посмотрели, где это. И вот, исходя из этого, вам станет понятно, где какой виджет, в какой части сайта будет отображаться. И здесь вы это решите. Я движусь дальше. Подвал футур. Это самая нижняя часть сайта, где у нас есть пока копирайт от Generate Press. Ширина подвала полный, ограниченный. Видно, что она действительно ограничена. Сзади видно по краям серой области заливка сайта. Я оставляю полный. Внутренняя ширина подвала также ограничена полной. Виджеты в подвале. Сколько элементов от 0 до 5 вы хотите? То есть, например, 5 контейнеров задать, чтобы поместить 5 виджетов в виджеты подвала. У нас есть пока только 3. Давайте сразу виджет подвала проверим с вами. Просто я вставлю, например, виджет подвал календарь. В виджет подвала я вставлю список страниц. И в третий вставим что-нибудь еще. Например, какое-нибудь изображение. Пускай будет мой логотип. Сохранить. Посмотрим на фронтальную часть сайта. Вот три области я вывел, чтобы вы понимали. Календарь, меню, логотип. Ну и все, что угодно в подвал вы можете вот так вот вставить. Дальше кнопка наверх даже есть. Полезная вещь, если у вас длинные страницы. Включаем. Появляется стрелка без настроек. То есть ни дизайн, ни стрелку не поменять. Но она работает. Как я сказал, все просто. Никаких лишних опций. Дальше у нас настройка блога. Давайте сразу я здесь перейду в блог. То есть отрывок. Это анонс записи блога. Так и должен выводиться блог. Но есть вариант по всей ширине выводить. Не знаю, что это за такой за перевод. У нас прячется анонс текста. Остается картинка. Ну и есть дополнительные возможности в Pro-версии. Я оставляю отрывок. Получается отображать блок с отрывком. Часть текста, да? Анонс именно. По всей ширине здесь должен быть перевод, наверное, без отрывка. То есть отображать без отрывка. Потому что прячется только текст. Движемся дальше. Здесь настройки в макете мы с вами прошли. Переходим в цвет. Здесь даже есть заготовленная цветовая палитра, которую вы можете менять под себя. И достаточно богатая. Даже вот наводя мышь на синий, например, видите акцент. Акцент это главный цвет сайта, где помещаются у нас многие элементы. Ссылки синие, кнопки синие. Вы это видите. Дальше белый и серый цвет, да? То есть прямо отсюда акцент хотим сменить. Например, какой-нибудь вот такой. То сразу, видите, все ссылки стали такие вот фиолетовые. Мы полностью поменяли акцент. Вот эти моменты. Там ссылки на оставить комментарий, категория. То есть весь акцент сайта мы сменили буквально вот здесь. Дальше по плюсу. Добавить глобальные цвета. Дополнительные можно или по крестику вот так удалить. Те цвета, которые здесь заданы, просит наводить мышь. Контакт. Они все помечены. Например, сзади хотите фон чуть потемнее, да? Кликаем вот сюда вот. Видите, я делаю темнее. И задний фон будет чуть темнее. Здесь просто надо поиграться, посмотреть какой цвет вам больше понравится. Дальше, ниже. У вас также есть возможность поменять цвет каждому элементу. Основная часть, смотрите, она раскрывается. Фон меняем. Выберите цвет текст. Ссылки. То есть у нас при наведении ссылки темные. Пускай будет тоже фиолетовый, но только темнее. То есть вот я навожу мышь. И теперь они уже не коричневые, а просто темно-фиолетовые. Также заголовок хедер. Многие элементы. Видите, шапку сайта отдельно можно покрасить. Основная навигация, поиск навигации, фон. Давайте посмотрим. Я провалюсь, например, в статью. Вот у нас кнопка «Оставить комментарий серая». Первый цвет мы кликаем. Пускай она будет, ну вот, в палитре глобальный цвет. А это у нас будет тоже, но только более темный. Причем вот здесь вот глобальный цвет добавите, чтобы у вас оттенок все время был под рукой для смены цветов в других областях. Вот видите, теперь кнопка фиолетовая. Движемся с вами дальше. Дальше у нас идет «Типографика». Это у нас шрифты. Как здесь работает? Смотрите, менеджер шрифтов. Нажимаем «Добавить шрифт». Появляется дополнительная опция. Нам нужно выбрать шрифты. У нас есть системные шрифты. Стандартные. Arial, Георджи и так далее. И шрифты Google. Большой список, что я не рекомендую использовать, чтобы не нагрузить на сайт. Плюс надо еще узнать, чтобы эти шрифты поддержали кириллицу. Русский язык. Со шрифтами здесь, если надо заморочиться, наверное, либо Pro-версия. GeneratePress сайт. Либо, возможно, бесплатный плагин по замене шрифтов. Но нужно будет разбираться, как он будет работать с этой темой. Отдельный плагин. Здесь я беру, например, Arial. Название семейства шрифтов оставляем. И есть возможность переключать шрифт Google. Но это у нас же не шрифт Google. Если все-таки из этих списков по заголовкам шрифта Google все-таки что-то выберете, то есть возможность переключить переключатель. И вот здесь ниже задать, как загружаться с шрифтом. Я рекомендую выбрать вот этот момент Swap. Это будет влиять на производительность. То есть, чтобы Google шрифты, так скажем, подгружались чуть попозже. Сначала основной контент и покажется, так скажем, встроенный шрифт на сайте, а потом будет подгружаться Google. То есть это несколько так будет лучше влиять на производительность скорой загрузки сайта. Вот именно выбор Swap. Ну, я показываю на Arial встроенный шрифт. И давайте проверим. То есть мы шрифт добавили. Что делать дальше? Кнопка добавить шрифт остается. У нас ниже есть менеджер типографии. Добавить типографику. А здесь настройки. Мы настроим элементы. Вот этот Arial, который я выбрал в шрифт, к чему применить? HTML. Основа. Видите, тоже заголовок. Основная часть. То есть, например, это будет основная часть. Дальше мы выбираем семейство шрифтов. Например, Arial. Дальше плотные шрифта. Но это насыщенность. То есть жирный, нежирный, более жирные буквы и так далее. Это не для всего сайта. Только основная часть. Потому что для заголовков там это все отдельно можно настроить. Дальше размер шрифта, высота строки, межбуквенный, межстрочный интервал. Задали, свернули. Например, вот этот Arial у нас есть. И для основных частей сайта. Добавляем. Смотрите. Название сайта. Описание сайта. То, что мы скрыли, здесь у нас сейчас не выводится. Пункты основного меню. Видите, заголовки первого, второго уровня. Это заголовки статей и так далее. Давайте посмотрим на заголовки второго уровня. Семейство шрифтов. Arial. Размер. Вот видите, стало больше. Чтобы вы точно понимали, что это заголовки для блогов. H2. И в любом месте, где будет встречаться заголовок H2, для всех для них меняется. Вот смотрите, сделаю еще больше. Вот видите, стали прям большие. То есть, чтобы вы просто наглядно понимали сейчас, что действительно работает и к чему это подходит. Например, я хочу жирный. То есть, чтобы, видите, стали заголовки пожирнее чуть-чуть. Только здесь. Но именно тег H2. Значит, здесь статьи все помечаются H2 тегом. Это правильно. То есть, вот по этому принципу вы настраиваете. Надо будет настроить ко всем остальным элементам. То есть, у вас есть заголовок первого, второго, по шестому уровню. Верхняя панель, нижняя панель, подвал. Там это все. Их тут не так и много. Надо будет сесть и настроить. Теперь проверка. Я здесь сохраняюсь. Иду на сайт. На фронтальную часть сайта обновлюсь. Есть у меня такое приложение к браузеру, которое подсвечивает шрифты. Давайте я пройду сначала, наверное, в блок, чтобы посмотреть. То есть, действительно назначились ли они. Мы увидели, что жирность работает. Значит, это будет работать и к другим элементам сайта. Размер работает. А теперь назначение шрифта. То есть, я просто кликаю по шрифту и в специальном окне у меня показывается вот здесь вот фонд. Это шрифт. Действительно, Arial. То есть, на этом заголовке применяется этот шрифт. Это я сейчас подсвечу специальным расширением для браузера Opera. Кому интересно. Если вы пользуетесь другим браузером, к любому браузеру можно найти бесплатное расширение, установить его в браузер, который будет подсвечивать шрифты любого сайта. Если вам надо быстро посмотреть, на каком сайте какой есть шрифт. Мы это увидели. Давайте посмотрим, поменялся ли, угадал ли я шрифт. Вот здесь вот контентная часть. Тоже Arial. Это основная часть сайта, текста на сайте. Получается, я выбрал. Это у нас с вами вот эта вот основа, основная часть сайта. Вот по такому принципу настраиваются здесь шрифты. Думаю, здесь понятно. Движемся с вами дальше. Дальше у нас идет основное. Тип значка SVG, шрифт. Надо как-то специфично смотреть, где может там шрифт подойти. Дополнительных опций не появляется. Я бы оставил на SVG, да, это векторная шрифт. Дальше у нас есть некая настройка, которая будет подчеркивать ссылки. Например, вот в сайтбаре есть меню. Я навожу, видите, подчеркивается. Причем вот это меню не подчеркивается наше основное. Это то же самое меню. Вот вообще ссылки подчеркиваются. Либо не при наведении. Значит, подчеркнуты всегда. Видите, всегда автор. Оставить комментарии. Вот эти ссылки, они все подчеркнуты. Или никогда не подчеркиваются. На ваше усмотрение. И стоит галочка кеширования динамических CSS для повышения производительности. Конечно, галочку оставляем, чтобы сохранять скорые загрузки страницы. Дальше следующее у нас идет меню. Здесь подробно останавливаться не будем, но это штатные настройки всех меню. Здесь просто можно назначить меню. А это меню создается в корневой консоли WordPress. Здесь понятно, я думаю. Штатная просто настройка для всех шаблонов, для всех тем WordPress. Дальше виджеты. Здесь мы с вами посмотрели. Если изначально у вас не получилось в подвал виджеты разместить, они у вас здесь не появились, вот здесь как раз вам это удастся сделать. Здесь просто у вас будет пустая область. Например, отсюда можно добавить любой виджет. Как и из консоли, так и отсюда. И для других частей сайта. Дальше. Настройка главная страница. Это тоже штатная опция, здесь особо сказать нечего. Просто решайте, домашняя страница какая будет. То есть вот у меня главная страница, на ней ничего нет. Она практически пустая. И страница блога. Какая будет страница? Просто назначаете. Статическая страница или ваши последние записи на главной. Ну так как главная пустая, пускай будет у меня последняя запись. Вот на главной теперь будут вводиться анонсы блога. Дальше настройки идут у нас в WooCommerce. Но здесь на самом деле штатные настройки. Вот абсолютно никаких дополнительных каких-то прям плюшек от темы Generate Press тут нет. Потому что здесь у них такая политика, что какие-то плюшки для WordPress, дополнительные опции, они доступны в Pro-версии темы Generate Press. Это классическое отображение, то есть абсолютно штатное, которое в принципе тоже полезно настроить. На странице магазина показывай там товары или отображать категории или категории товара все вместе. Вот например, да, категории сразу отображаются с количеством товаров и ниже товары идут. И товаров там на страницу поскольку по 4, по 3 выводить. Например, по 3, если будет посимпатичнее, вот так вот, да, покрупнее фотографии и думаю так поинтереснее сможется. Изображение тоже можно здесь влиять на соотношение там сторон. Но это штатные опции, да, которые здесь, я думаю, ничего сложного нет. То есть это не какие-то опции от Generate Press. Это просто штатные опции от самого WooCommerce. От Generate Press в бесплатной версии нет ничего для WooCommerce, вот чтобы вы понимали. И штатные настройки именно страницы оформления заказа. Заодно на нее посмотрим. Стили никуда-никуда не уплывут. Все вроде смотрится нормально. Корзину я тоже смотрел, смотрится нормально. Даже бесплатная версия, разметка под вот такие системные страницы, оформление заказа, корзина. Они здесь заточены. То есть потому что это было бы видно, сразу поплыли бы стили, кривые были бы поля и так далее, если бы это не было заточено. Здесь понятно. Дальше дополнительные стили. Ну вот он CSS. Если знаете CSS хотя бы немножко, тогда возможно вообще полностью обойдетесь в бесплатной версии Generate Press. Например, подправите немножко там, где-то отступы зададите, где он. Например, у нас заезжали на линию атрибуты там и так далее. Сюда можно прописать, и это будет работать. Давайте еще взглянем на Gutenberg, встроенный редактор WordPress. Как работать с данной темой. Просто что-нибудь выгрузим. Например, какие-нибудь паттерны в статью. Есть тут у меня штатные. Например, три тарифных плана. Ставим. Обновить. И посмотрим, как это выглядит на фронтальной части сайта. Это я добавил в блок. Давайте я перейду в блок. Итак, зайду в статью. Ну, здесь, возможно, стоит просто покопаться в настройках. Мне показалось, что вроде как за края не улазит. Немножко вот эти вот нижние моменты. Может быть здесь, если сайтбара не будет и пошире будет каркас, эти блоки будут... Ну, в принципе, она должна быть заточена под обычные эти моменты Гутенберга. Здесь надо, конечно, более детально уже возиться с Гутенбергом и смотреть. Но в целом, в целом, вот вижу, блоки вроде нормально встали. И даже они мобильно адаптируются. Вот посмотрим. Они перестраиваются, блоки. Вот друг за другом становятся. Все вроде здесь нормально. Мобильный поиск. Видите, как мы это с вами не посмотрели. Меню с вами мы смотрели. Мобильно адаптивный данная тема. Итак, мы с вами рассмотрели все настройки бесплатной версии темы GeneratePress. У вас теперь есть полное представление. И уже даже из видео, скорее всего, вам будет понятно, подойдет ли она вам для вашего какого-то простого проекта. Потому что здесь многих бесплатных опций не хватает, которые мы с вами видели в других бесплатных вариантах. Но зато тема будет максимально-максимально шустрая. Если опций хватает, не надо нагромождать ваши сайты бесполезными опциями, которые, скорее всего, вы и не будете использовать. И нужно четко понимать вашу задачу, что вам нужно. Опять же, если сама тема вдруг вас прям заинтересовала, но опций все-таки недостаточно, стоит посмотреть на Pro-версию, внимательно изучить, какие аддоны там дополнительные вы получите. Они будут решать ваши задачи, то эта тема прямо-таки для вас. Я с вами не прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok